Всем привет. Рад вас всех приветствовать сегодня на нашем еженедельном созвоне командам. Меня зовут Андрей Библиев. Для тех, кто новенький, и уж то есть новенькие ребята у нас, сегодняшний вебинар, сегодняшний созвон будем проводить под звуки дождя и грома. У нас погода прям вообще не очень, как слышно, даже здесь. Итак, для начала хотел бы поделиться новостями касательно оплат. Сейчас самая такая больная тема. Оплаты с карт проходят не у всех, вернее у большинства не проходят. Основная ошибка заключается в том, что необходимо заполнить полностью всю информацию в разделе профиль, в том числе и данные адреса. Это улица, дом, квартира, город, страна. Часть проблем связана с тем, что у некоторых не заполнены данные. Также бывают такие проблемы у тех, у кого все заполнено. Просто платеж не проходит. Это проблема связана с мерчантами. Вопросы решаются. Требуется определенное время, чтобы все это решить. Вот. И для тех, для нас, стран СНГ, получается, там часть европейских стран, у кого оплату не проходят, сделали пока временное решение. Это необходимо переводить сумму за робота на кошелек биткоин. Данной информацией мы поделились в чатах во всех, надеюсь. В нашем основном чате ForexHackers поделились. Также попросил ребят, чтобы по своим чатам командам разослали эту информацию. Просто необходимо перевести вручную сумму, например, 247 долларов в коинах на кошелек компании. Вопрос был по поводу времени и как долго потребуется времени для активации кабинета. Сегодня директор компании ответил, что для активации кабинета после отправки сообщения требуется порядка 48-72 часа для того, чтобы все это активировать. Пока в ручном режиме сделали, но в ближайшем времени все это будет автоматизировано и платежи будут проходить мгновенно. Тем, те, кто хотят, чтобы платеж прошел моментально, необходимо зарегистрироваться на платежной системе Uphold, сайт Uphold.com, это американская платежная система. Также туда завести криптовалюту, в частности биткоины, перевести их на долларовую карту. Там все это делается очень быстро. И, соответственно, оплатить платежную систему Uphold. Чтобы оплатить с Uphold требуется всего, может быть, чуть больше суток. Потому что после того, как мы заводим деньги на Uphold, необходимо подождать сутки, чтобы деньги можно было переводить куда-то еще дальше. Соответственно, можно оплатить с Uphold тем, кому требуется максимально быстро сейчас активировать свой кабинет. С компанией ведем диалог по поводу этого вопроса. Компания ищет различные решения, договариваться с различными мерчантами для того, чтобы подключить оплаты, которые будут проходить страны СНГ и из некоторых стран Европы. Вот просто вопрос времени. Можно к этому относиться как к тому, что компания пока еще молодая. Не все процессы отлажены на 100%, но возникают такие моменты времени, и, соответственно, на этом можно поправочку сделать. Я думаю, что в ближайшем времени полностью все вопросы будут лишены, и как с маркетингом, так и с сайтом, получается, со всеми обновлениями, с оплатами, и скоро будет все у нас замечательно. По поводу повторных оплат, которые проходят у нас ежемесячно по 169 долларов, если у вас платеж отклонен, вы можете посмотреть статус вашей заявки в разделе Order History в вашем личном кабинете, в истории оплат. Там у вас стоит дата и время, когда будет списан платеж. Если видите, что у вас платеж отклонен повторной оплаты, также можете на кошелек Биткоин на данный момент перевести сумму 169 долларов. Компания понимает, что проблема на стороне компании, и, соответственно, пока роботов никому не отключают, то есть если у кого-то оплата не проходит, соответственно, пока что вы можете пользоваться роботами, у вас все нормально, роботов не отключают. Вот, если у вас отключили робот, то необходимо сделать оплату, и все будет отлично. Опять же скажу, что есть часть людей, которые пользуются этим моментом, да, то есть оплата не проходит, уже там некоторое пришло, там, по две-то, три недели. Вот, роботы работают, люди не оплачивают, пока роботы некоторые. Вот, смотрите, будьте осторожны, потому что компания может, как бы, отключить в любой момент робота, и, соответственно, это может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому лучше преждевременно оплатить и не переживать за свое программное обеспечение, что у вас робот может остановиться и перестать порговать, отключиться. И потребуется определенное время, опять же, для того, чтобы его отключить. Вот, поэтому лучше лишний раз не рисковать. Вот, ну и также, смотрите, то есть если у вас оплата, они проходят, например, грубо говоря, там, неделю, да, там, через неделю после того, как вы должны оплатить, вы решили оплатить, у вас все равно будет платеж засчитан как с того же самого числа. Вот, если же у вас отключат кабинет полностью, потому что вы не оплатились, имейте в виду, что вам необходимо будет заплатить 247 долларов снова. Ну, либо те люди, которые, например, поторговали 1-2 месяца, например, решили не оплачивать, вот, а, соответственно, потом вы захотите заново реактивировать, ваш кабинет заново начать торговать, вам снова нужно будет платить 247 долларов. Поэтому оплачивать лучше 169, чтобы не затягивать этот процесс. Вот, это основная новость, касаемо оплат. Вопросов касаемо робота, касаемо компании, касаемо маркетинга не так много на этой неделе было, это правда, это все больше и большее количество людей уже разбираются, уже определились для себя с торговой стратегией, как бы с настройками, и у всех, у большинства в целом все замечательно. Вот, торгуем их, получаем результаты, результаты за последний месяц достаточно неплохие у нас вышли, рынок был спокойный, результаты не особо высокие, но при этом они нормальные. По моим счетам, поделюсь информацией, то есть у меня где-то порядка 20% вышло за данный месяц, при максимальной посадке там на одном счете 7-8% всего. Вот, то есть такая достаточно консервативная торговля. Есть более агрессивные счета, там чутка больше прибыли, ну и посадка чутка больше была. Вот, это что касаемо торговли, значит, о том, что еще, значит, сейчас идет процесс у нас по поводу робота. Делают различные обновления в роботе скоро, как бы не так скоро, прямо не сразу, на этой, на следующей неделе, но скоро появится у нас четвертая версия робота, в которой будет еще много фишек, очень полезных, включены, вот, и процесс торговли станет еще более качественным. Это последняя новость, которая за последнюю неделю у нас произошла, и сейчас я поотвечаю на ваши вопросы. Если у вас есть какие-либо вопросы, касаемо любые, вообще, касаемо компаний, касаемо торговли, касаемо выстроек, касаемо маркетинга, пожалуйста, пишите их в чат, снизу кнопочка есть чат для новичков, кто не знает, можете написать любой вопрос, и, соответственно, я буду постепенно по очереди отвечать на ваши вопросы. Если у вас вопрос, возможно, какой-то длинный, вы не хотите там долго писать его, вы можете поднять руку, это находится в разделе участники, можете зайти в него, там есть функция такая «поднять руку», вот, поднимаете руку, и, соответственно, я вам передам микрофончик. Вот, сначала текстовое сообщение, а потом уже голосовые, кто хочет задать вопрос голоса. Так, поехали. Эхо сильное, Андрей, у всех так, да, я для начала не отключаю микрофоны, перед тем, как я открываю комнату, микрофоны включаю, потому что были такие случаи, что люди заходят, ничего не видят, что происходит. Я обычно начинаю с запаздывания на 2-3 минут, чтобы как можно большее количество людей подтянулось, потому что в начале вебинара у нас обычно самые важные новости, и хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей слышало про них. Вот, и потом, как я начинаю проводить, я отключаю все микрофоны, и это не мешает. Александр пишет, да, до сих порожду пронятия оплаты. Да, то есть, Александр Азаров, как бы, вашу оплату подтвердили, а Билл написал, что подтвердил эту оплату, и уже, как бы, она находится в отделе активации, и в ближайшее время должны активировать. Вот. Екатерина ничего не слышит, я думаю, что у меня большинство людей слышат. Вроде не так много сообщений, что не слышно. В любом случае, у нас все записи вебинаров наши сохраняются с вами, и в чате ForexHackers после вебинара, в течение полчаса-часа, я скидываю записи. Поэтому всегда можно послушать записи вебинаров. Ну, и также для тех, кто не успевает посетить нас по времени, возможно, кому-то неудобно. То есть, всегда можно записи все послушать. Также скажу еще пару слов, тут пока вопросов таких не было. Значит, наконец-то подготовили мы презентацию PDF-файл, также скидывали в чаты данную информацию. Пока такой вариант, возможно, в будущем будем напиливать это все. И сейчас начали процесс подготовки к вебинарам. В ближайшее время мы запустим серию вебинаров, как бы, буду проводить я. Да, еще есть пара ребят, которые готовятся. Вот поэтому скоро начнем проводить вебинары. Можете приглашать ваших партнеров, кому эта тема интересна. Будем проводить вебинары, вот, что поможет вам в развитии ваших команд и структур. Вопрос. Андрей, приветствую. В связи с сильными и одностронными движениями пары евро-аут, многие хотят от нее избавиться. Если какая-то пара, чтобы заменить ее, или все же лучше работать на пяти парах? По паре евро-аут, многие, на самом деле, уже избавились от нее больше месяца назад. Я сам больше месяца уже, как бы, торгую без этой пары. Результаты очень хорошие, просадки очень маленькие. Вот, поэтому лучше ее отключить, эту пару, потому что она в последнее время показывает, ну, не очень хорошее движение. Пробивает там максимумы, вот, и, естественно, как бы, по этой паре могут возникать самые большие просадки. Вот, ну, естественно, также она и прибыли может приносить больше всего. Но лучше лишний раз не рисковать, торговать без нее. Вот, можно поставить три пары, например, евро-доллар, евро-иена, доллар-иена, либо пять пар, добавить к этим трем парам еще австралийский доллар-иена, австралийский доллар-доллар. Вот, у меня есть счета как по пяти парам, так и по трем парам. Поделюсь с вами информацией, небольшой инсайдинг на трех парах. Результаты, ну, прям прилично лучше у меня получается, чуть ли не в два раза лучше. Вот, поэтому, может быть, будет даже актуально для многих торговать на трех парах. Вот, можно ее просто отключить, заменять не нужно. Я смотрел, как у нас происходит процесс торговли. Получается, где-то, ну, в среднем, когда мы запускаемся, то есть две пары просадки, две пары плюс, и одна просто нуле. То есть, как бы, они, ну, в принципе, пятеро могут нормально работать. Поэтому, можно просто на пяти парах торговать. Почему деньги с карты не снимаются за робота? Карта умеялась в прошлом месяце, средства есть, банк не препятствует платежу. В чем причина? Причина заключается в мерчантах, которые стоят у компании на Европу. Там много условий, на самом деле, разных. Одно из условий, знаешь, было иметь офис в Европе, нужна компания. Сейчас открыла офис европейский, как раз-таки для европейских стран, чтобы оплату проходили, и офис находится в Лондоне. То есть, у нас главной офис находится в Кальфорнии, США. Также дополнительный офис у нас теперь есть в Лондоне. Там еще некоторые моменты нужно, как бы, формально такие, как бы, подтвердить, как бы, вопрос времени. Вот, чтобы вот те же с европейских карт нормально проходили. Вот, поэтому пока это, ну, проблема, короче, компании. А не банков. Но также, знаешь, что часть ребят оплачивает с картой нормально, то есть, часть банков, ну, нормально, вот те же проводят. Нужно ли вручную закрывать открытые за неделю ордера, если робот не успел их закрыть до пятницы? Здесь есть два варианта. Первый вариант, если у вас просадка небольшая, если, ну, как бы, вы хотите закрыть ее, то, соответственно, можно закрыть. Вот у меня, когда просадка небольшая, меньше, там, одного процента, я отключаю автоторговлю и закрываю вручную ордера. Если же просадка большая, либо, например, бывает такая ситуация, что робот за неделю вам наторговал мало прибыли, да, например, наторговал там всего 3%, да, и просадка у вас 2%, например, то есть, вы не хотите закрывать ее, то можно перенести на следующую неделю. Вот, как бы, я переношу большие просадки в основном, то есть, прям, как бы, ну, такая достаточно сильная просадка я оставляю на следующую неделю. Вот. Дальше. Следующий вопрос. Всем привет. Привет. Какие пары используешь, если инструкция по настройке счет и спирт-береги? Я, как бы я говорил, у меня есть несколько вообще роботов, два основных робота. Это 5 пар, которые я перечислил, и 3 пары, которые я перечислил. Вот. За последний месяц результат на 3 парах прилично лучше, чем на 5 парах. Может быть, это связано с австралийским долларом, потому что, как бы, на 3 парах с немножко большим лобом, как бы, он показывает себя гораздо лучше. Пара электрии, напомню еще раз, это евро, доллар и иена между ними, получается, кольцо. Знаю, что некоторые ребята используют вместо иены австралийский доллар, то есть евро, доллар и австралийский доллар. К сожалению, результаты не знаю, какие на этих трех парах. Всем привет. Роботов, 5 партеров на паре USDGPY. Два ордера на buy, три на sell, и из них все в минусе. Это норм. Да, это нормально, это хорошо. То есть, пошел тенд, например, робот распознал, что тренд развернулся, и он открыл сделки в паркет, вложим в сторону. Соответственно, по двум барам, где у нас идет, получается, просадка. Когда они выйдут в плюс, там передвинется стоп-лосс на уровень безубличности небольшой прибыли. Небольшой прибыли, сейчас, извиняюсь, телефон сходил на счет, но все пишут и не отвлекают. Соответственно, либо по стоп-лоссу с небольшим прибылью закроется, с небольшой прибылью, либо по тейк-профиту. А три пары там уже нужно достигать тейк-профита. То есть, рано или поздно, сейчас просто рынок стоит на месте, поэтому, ну, сильных движений нет, поэтому они у вас так и открыты. Как рынок начнет двигаться в одну сторону, естественно, одна сетка из ордеров у вас закроется. Это нормально. Тоже основное отличие от многих роботов, то есть не просто математический алгоритм, который открывает сделки по Мартингейлу до бесконечности в одном направлении. То есть, если робот распознает тренд, то он может открыть сделку в противоположную сторону. А как же оплатить робота, если говорится, что проблема в компании? Просто ждать, когда восстановят оплату с карт. По поводу оплаты, сейчас есть самый оптимальный вариант, просто перевести средства на биткоин-кошелек компании. Информацию данную мы скидывали во все чаты, в том числе в ForexHackers можно найти эту информацию, там такое большое сообщение, там все подробно расписано. Также были вопросы от некоторых партнеров, что типа что-то за кошелек биткоин непонятно, как бы некоторые боялись, поэтому я вас всех заверю, вы можете смело переводить это сообщение было от Хасана Махмуда, директора компании, кошелек компании, поэтому никаких проблем с этим не было. То есть можно вручную просто сделать перевод. 247-250 долларов на кошелек компании и все активируем, там 48-72 часа на это требуется, пока проблема с картами не решена. В принципе, там все нетрудно сделать, можно через обменник сделать перевод. Для тех, кто не знает, как это сделать, вы можете обратиться к вышеспящим партнерам. Я знаю, что многие ребята пользуются криптовалютой и, естественно, они вам помогут, там никаких сложностей нет. Но это будет вам тоже плюс, научитесь, как делать платежи в криптовалюте, потому что это сейчас является одним из основных вообще платежных средств в интернете. Анонимно, моментально, с небольшими комиссиями в любую страну мира, поэтому новые технологии, как и наши роботы, автоматизированные. Поэтому постарайтесь научиться, как делать оплату с помощью криптовалют, это вам очень сильно поможет в будущем. Я уже очень давно с криптовалютами работаю, поэтому у меня очень хороший опыт, я все это уже на автомате делаю, даже инструкцию не записывал. У меня была какая-то инструкция еще, по-моему, в 2014 году, текстовая, но, не знаю, постараюсь, может быть, записать видеоинструкцию, как оплачивать с биткоина через обменники. Но я думаю, что ваши вышестоящие спонсоры вам смогут в этом вопросе помочь, если у вас есть вопросы, как это сделать. У меня один из клиентов вместо евро-аут поставил доллар-франк, не опасно где-то. На самом деле, ну, не опасность, настройки консервативные, но лучше убрать. Как бы, по франку не особо он подходит для торговли данным роботом, как и фунт. Фунт, франк, то есть, такие достаточно сильно волатильные валюты, вот, и они могут приводить к самым большим просадкам, и по ним самые большие риски, поэтому лучше отключить уплаты. Александр, обращаю вопрос голосом. Передаю микрофончик. Всем добрый вечер. Приветствую, слышно. Всех рад слышать. Значит, такой вопрос. Значит, вчера, ну, как я уже ранее рассказывал, до сих пор торговал с евро-Ауде. Да, с евро-австралийским долларом, получается. И, значит, вот вчера, вот эта пара, кстати, чуть злую шутку не сыграла, потому что вчера пришлось доливать денег, останавливать автоторговлю, чтобы, соответственно, дождаться разворота рынка. Вот. Пара действительно опасная, но, как бы, когда развернулась, конечно, она разом там 300 долларов принесла сзади. Вот. Значит, убрал эту пару, ну, как бы, все развернулось, рынок развернулся, значит, все эти ордера попродавал. Я убрал эту пару, ну, что я заметил, да, просадка, можно сказать, вот все, ее просто не стало. Как я убрал эту пару, ее просто не стало. Но, с другой стороны, вот доход, ну, и пока рано судить, я, честно, не могу, конечно, говорить прям точно, потому что, по сути, пока вот один день торгуют, надо еще смотреть пока что, но я уже вижу, что, блин, вот просто в доходе очень сильно просел, то есть практически ничего не наторговал там сегодня. Хотя у меня каждый день, каждый день там минимум 20-30 долларов минимум он торгует. Вот. А сейчас, по-моему, он в районе 5 долларов, что ли, наторговал. Вот. Как у вас, я так понимаю, что у вас у всех на 5 парах более-менее нормально, я просто вот сейчас на 10 тысяч долларов уже даже лотность повысил до 5, чтобы как-то хоть просадку набрать. Вот. Вот как с этим быть, думаю, сейчас. Ага, вопрос. Но, с другой стороны, эту пару не хочется опять включать, потому что, говорю, вчера, как говорится, чуть эта пара не приговорила. Ну, у нас такая пара опасная, как в компании сказали, что за последние полгода уже три раза были прям сильные просадки, сейчас, возможно, четвертая, потому что я не слежу особо за ситуацией, как там по этой паре, что происходит, отключил ее месяц назад, даже больше уже и не торгую по ней, поэтому не знаю, что там происходит, но самая опасная пара, лучше ее отключить. На мой взгляд, как лучше сделать, то есть, если вы хотите торговать более агрессивно, да, что больше прибыли выходило, просто оставить другие пары, но увеличить лот. То есть, например, у нас есть 6 пар, да, и поставить лот 001, к примеру, там, на 2000. Можно оставить 3 пары самых лучших, да, и поставить лот 001, до 2, то есть, по сути, будет так же эффективно, но мы убираем лишние риски, вот. Ну и пока что просадка по этой паре, а что будет, если пойдет просадка по другим парам? То есть, сейчас лето, как бы, тоже стоит это учитывать, рынок очень спокойный, но просадки, они могут периодически возникать, поэтому лучше, ну, лишний раз не рисковать. Как бы, я предпочитаю лучше, пускай он поменьше наторгует сейчас, да, в данный период, без просадок, но пускай будет без просадки. Посадки, они рано или поздно будут появляться, это нормальное явление, как бы, и, естественно, теоретически он будет давать хорошую прибыль. Главное, чтобы на дистанции было отлично все. Ну да, ну просто вот тут ребята, которые недавно также зашли на робота, которые торгуют, ну, которые начали торговать с пяти пар, да, как сейчас все торгуют, в принципе, у них тоже мизерный доход сейчас, вот, и, как бы, ну, как бы, говорят, блин, с таким темпом, как бы, подписку не отбить, вот. И, с одной стороны, им лотность нужно увеличивать, то есть, с другой стороны, это, как бы, ну, рисков больше, ну, а с третьей стороны, как бы, просадки вообще нет. А все мы знаем, когда просадки практически нет у рингера, то это, значит, не пахнет вообще никаким доходом. Ну, какие варианты есть, например, то есть, все-таки, пара опасная, вот, как бы я, да, поступил, какие бы я лично от себя дал бы рекомендации, исходя из своего опыта работы с этим роботом. То есть, все-таки, я в любом случае бы отлучил эту пару, но первый вариант, я бы увеличивал блотность, как бы, а если это позволяет, да, то есть, если у нас там депозит большой, можно там немножко увеличить блотность, то есть, немножко блотность увеличил. Второй вариант, как вариант, можно периодически торговать всю неделю. Вот, например, ну, завтра я смотрел, там очень много новостей, прям, таких мощных, а в пятницу вообще пусто, то есть, на пятницу ничего такого серьезного не замечается, то есть, в этой неделе можно там, если вы завтра не будете из рынка, то есть, можно на пятницу стоять поторговать, вот, и там, если там у вас станет с просадкой перенести на следующую неделю. Либо тоже есть вариант, то есть можно более консервативно торговать с небольшим лотом, но всю неделю торговать с понедельника по пятницу. Либо можно увеличить лот, прилично увеличить лот, и прямо торговать с понедельника по среду и строго там в среду выходить и оставлять только, когда прям большая просадка на 4-5 месяцев. Я понял. Так, ну в принципе понятно. Ладно, надо смотреть, что будет на пяти парах происходить. Сейчас лотность повысил. Посмотрим, что будет на этой лотности. Я думаю, в принципе, на 10 тысяч, ну там больше 10 тысяч, а лотность 5, в принципе, я думаю, это нормально. Понимаете, центов, да? Или долларов? 10 тысяч это центов или долларов? Это центовый счет. Ну да. Тогда 5, как бы, это получается такая, может быть, минимальная, то есть меньше ты не нужно ставить. То есть 5, можно там 6-7 поставить, я думаю, смело. Ну сейчас на 5 посмотрю до конца этой недели. Ну вот, к примеру, у меня, грубо говоря, счет 3000 долларов, он 0,02. То есть если бы у меня была лончатка, то есть я бы ставил бы 0,06, к примеру, да? То есть 0,07 это 6, либо 7. То есть шутка выше. При этом он тоже очень аккуратно торгует. Поэтому я думаю, что 6-7 можно вообще смело ставить. А еще я наметил. 10, например, вот это уже, как бы, то есть максимально 10, это прям совсем такая, ну не больше 10. Не, ну 10 это вообще будет уже умеренное, считай. Ну да, да. Не, это уже опасно. А такой вопрос по поводу таймфрейма. Значит, вот в инструкции там написано у нас, да, что на H4, и не помню, какой еще таймфрейм там указывается, что определяется более точно тренд. Прям вот там, именно прям в инструкции написано. А что на инструкции? Мне интересно на нее посмотреть. А по настройке рингера? Я, по-моему, на каждом вебинаре рассказываю, короче, про H4, про D1. На H4 он определяет более точно краткосрочный тренд, то есть именно краткосрочный. Вот, я помню, на прошлом вебинаре тоже об этом говорил. То есть H4, это получается у нас ой, 6 свечей сутки. То есть получается он по последним трем дням смотрит. То есть какой тренд дает последние 3 дня. На D1 он смотрит тренд за последние 20 дней. То есть на D1 он более точно определяет именно долгосрочный тренд. Реже открывает ордера, правильно? Я бы не сказал, что он реже открывает. Но реже в том плане, что он не открывает двойные ордера. То есть на H4 он торгует более агрессивно и открывает больше именно двойных ордеров. То есть по одной паре часто можно наблюдать картинок, например, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02. То есть такие вот повторные ордера, как бы двойные. То есть это как бы плюс, что прибыли будет в два раза больше, но также и минус, что это просадки может большая загонять. А D1 как бы он меньше таких ордеров открывает. Вот я предпочитаю лучше, например, на D1 торговать, но с немножко большим лотом, чем на H4. То есть все-таки более качественно торговать на D1 идет. То есть ты имеешь в виду, он лучший тренд понимает? Ну, он как бы, не знаю, ну просто качество сделок лучше. То есть как бы и тренд именно долгосрочный, то есть он лучше видит. И сделок он открывает вот именно по сторонам их меньше. То есть пускай ему выше одну сделку откроется, немножко больше лотом, чем две одинаковые сделки. А с этим таймфреймом у тебя в районе где-то 20% в месяц доход выходит? Ну, я примерно так на стойке рассчитываю, что где-то 20-30% в среднем. То есть от 10 до 40, ну я рассчитываю где-то 20-30% получать. Угу. Я понял. И вот еще что заметил. Вот вчера начал набирать просадку, как я уже говорил ранее, по евро АУД. И он начал брать ордера евро АУД. То есть он берет опять на повышение, на повышение и с еще большим объемом, еще большим объемом заходит. Представляешь? И получается, он вообще, короче, начал закапывать депозит вчера. робот. Ну, это доказательство отойдет у него. То есть когда... Но он так делает, чтобы отметки, правильно? Ну, то есть стейк профит приблизить, по идее, типа, да, я так понимаю, стоп-лосс отдалить? Или как? Почему он так делает? В общем, какая ситуация? То есть, ну, вот, я не знаю, на каком примере объяснить. Ну, например, рубль-доллар, то есть, например, курс, грубо говоря, там, последнее время колеблется в районе 63, ну, к примеру, то есть пошел, например, то есть в целом восходящий тренд на дистанции. Ну, большинство людей думает, что он будет продолжать со временем расти, как бы, то есть, ну, больше будет стоить. Вот, например, он упал, например, то есть у нас в бай стоят сделки, то есть он упал, например, на 61. То есть мы понимаем, что с большей долей вероятности курс поднимется с 61 до 63 обратно, да, чем упадет ниже. И мы забираем, как бы, например, в полтора раза больше открываем сделку на 61 в бай, опять же. Но происходит, то он еще ниже идет, примерно на 59. Мы на 59 берем еще в полтора раза больше, то есть там идет умножение на полтора, то есть еще в полтора раза больше берем у нас сделку. И так постепенно, то есть чем идет дальше, как бы, от нашей цели, да, то есть от тренда, да, то есть там тренд, он как бы не прямой же идет, вот, с откатами, с коррекциями, то есть чем дальше он уходит, тем больше он набирает трендеров. И потом на первой же коррекции, когда идет коррекция в нашу сторону, он за счет как раз-таки вот этих отгеров с большими лотами перекрывает 3 секунды. То есть, например, он набрал сделки по 63, по 61, по 59, потом по 57 с очень большим лотом открыл. У нас рынок отскочил на 58 с половиной примерно, на 59. И он закрывает уже все сделки, даже которые 63, 61 в минус. Но за счет того, что сделки с большими лотами открыты, он вот этими большой прибылью все эти убытки перекрывает. То есть нам требуется небольшое движение. Плюс, опять же, это как сказать, проговля такая, то есть не посмотреть на дистанцию, там, где-то 20, да, то есть ты можешь посмотреть за рынком, как рынок вообще ходит. То есть чтобы он прямо там вверх шел постоянно, либо постоянно вниз, такого там не увидеть. То есть он постоянно, даже если он растет, он идет с коррекцией, с откатом. Если он падает, он все равно как бы корректируется, то есть волны не двигаются. Вот. И за счет того, что он даже если не в нашу сторону идет, на этой волне, он перекроет весь убыток полностью. Поэтому, если у нас открыто 3 больше сделок, он, соответственно, будет постоянно набирать сделки, пока не перекроет весь убыток. Ну да, ну просто, если вот вчера благо там вышли новости, и как бы пошло повышение, хотя я смотрел график, что уже до этого были моменты, что он мог намного ниже опуститься. Ну, цена, да. И, соответственно, если бы продолжилась тенденция на падение, то, в принципе, тамо только могло бы спасти ну, большой дозалив депозита. Причем не маленький. Вот. Иначе бы просто вот из-за того, что он, получается, так делает, он бы похоронил депозит. Он бы похоронил его. Я просто видел вчера уровень маржи, даже после того, после дозалива, после того, как отключил автоторговлю, чтобы он не брал другие ордера, да, чтобы уровень маржи как бы сохранить. И вот вчера, как бы, ну, там еще был запас, но все равно, как бы, очень опасно было. Я еще, причем мы там, мы держали еще деньги, как бы, на дозалив сразу, то есть, если что. А так просто, как бы, он мог вообще реально... Ну, это, опять же, из-за пары евро-ау, да? Да. И еще там был, наверное, четырехчасовой таймфрейм, да? Ну, с этим таймфреймом, как бы, я, ну, торгую с самого начала. Он мне на самом деле нравится. Я не знаю, почему, но... Ну, скорее всего, вот я как считаю, то есть, скорее всего, там были бы нердера по этой паре, то есть, они по два раза дублировались. То есть, если бы, если бы не было двойных ордеров, у тебя просадка была бы в два раза меньше, как минимум. А если этой пары не было, у тебя бы, возможно, вообще просадки не было. Вот я могу сказать, по своим счетам, у меня максимальная просадка на этой неделе была всего 2%. То есть, не то, что там дозелив, я даже, наоборот, прямо при самом плохом раскладе, как бы, меня 2% всю просадку не стеряло. Вот. Поэтому, зачем лишний раз снимать, как бы, то есть, если торговать аккуратно без этой пары, то, в принципе, даже дозеливы там не потребуются, там вообще. Ну, да, я заметил то, что просадка сейчас, тоже сейчас, если посмотреть, там где-то меньше процента одного. Ну, посмотрим, что будет по доходу, а этот... Ну, у меня тоже там около процента просадки сейчас на счетах, как бы, всего. То есть, ну, прям вообще аккуратно. Прибыль небольшая, там у меня вот на трех счетах от одного до пяти процентов, то есть, пять процентов максимальная у меня прибыль. Как раз-таки на трех парах. Вот. Так, понял. Вот еще какой вопрос, последний, второй. Значит, там мы сегодня тоже обсуждали такую ситуацию. Это, честно говоря, по-другому роботу, он может коснуться и нашего робота. Значит, то, что, например, на одном брокере просадка у людей сильная, а, например, на втором роботе, ой, брокере, извиняюсь, просадка там намного меньше. То есть, на одном 10 процентов, на втором брокере 50 процентов. Причем, это не у одного человека. Вот. И на одном брокере, там даже люди послевались, как мне рассказали. Вот. Бокеру, наверное, на форекс свою, да? Да. Не хотел это говорить. Я бы сегодня с человеком раз-таки, вот мне тоже поступила информация, что, ну, это там по другим темам вообще, как бы, то есть, что стоят роботы на форекс свою и на робофорекс. То есть, на форекс свою там просадка прилично была. Вот. Я думаю, что это связано с тем, что, скорее всего, до тейк-профита там не дошел, как бы, то есть, например, на робофорекс он дошел до тейк-профита и закрыл, как бы, там, сетку, а на форекс свою например, не дошел. Как бы, это может быть связано, во-первых, это связано с различиями в ценах. То есть, на одном брокере могут цены немножко отличаться. Во-вторых, это может связано со спредом. Я знаю, что на форекс свою там самые большие спреды вообще, если посмотреть по таблице сравнения. То есть, там самые, например, большие спреды может быть с этим связаны. Вот. Есть еще проблема в том, что, как бы, вот сегодня общались с человеком и, как бы, есть вообще такая, ну, как бы, картина вырисовывается, что некоторые брокеры, помимо того, что мы уже обсуждали, да, как-то ранее на вебинарах, что могут в тейк-профит не давать, да, закрыть. Но это самая очевидная, на самом деле, вещь. А это, которую самую можно спалить еще. А дело в том, что они же могут не выпускать на рынок многие счета, как бы, специально тебя в своей кухне варить и на этом в дальнейшем заработать, да. И могут также показывать графики, которые не соответствуют рынку. Вот. Даже вот такая, может быть, картина. И из-за этого, соответственно, могут тебе, ну, то есть, ты видишь картину такую, на самом деле, как бы, и Таните такую картину рисует. Просто, как бы, это уже не первый раз такая ситуация. И реально, ну, как бы, ладно, если бы это у одного человека, да, а все сидят на одном роботе, и картина абсолютно разная. А у одного брокера такая картина, все, кто сидят на нем, все в просадке, а на другом минимальная. Причем-то, ну, как бы, я думаю, не совпадение, наверное, есть такие моменты, что где-то, видимо, брокеры немножко нечестны. Не то, что немножко. Говорить о честности брокера в данном случае нужно сравнивать графики на одном брокере. То есть, если бы, например, вот такая ситуация была, что у тебя там у меня на одном брокере открыто, да, у меня закрылось все, плюс там у тебя не закрылось, хотя цена одна и та же была, и тейк-профиты у нас было одинаково были. Вот это тогда точно, как бы, решательство брокера, и тут все понятно. А когда про разный брокер, я говорю, что может быть, просто цены там не совпадали, может быть, из-за спреда там не закрылся по тейк-профиту, и все, то есть, ну, много вариантов, как бы. Вот, Форекс свою я, как бы, не использую, это как бы раз вообще, потому что, ну, были там мероприятные отзывы по нему, вот, его единственный плюс в том, что там есть слоповые, ценовые счета, и все, как бы, больше там плюсов вообще никаких нету. То есть, вот, по рекомендациям, вот, Робокорекс, Аль Пари, самые-таки оптимальные там. Я знаю, что есть ребята, еще другие брокеры. Вот, поэтому, лучше, как бы, используют все-таки Робокорекс в Аль Пари. И еще момент такой. Вот, вчера был на трансляции, вот, Андрей Жариков, по-моему, его зовут, вот, и он рассказывал, что там была такая ситуация, что трейдер там брал в дурительное управление деньги, торговал, все было хорошо, а потом, получается, брокер у него запросил документы какие-то, которые он не смог предоставить им. Сам брокер запросил. Причем уже верифицирован был счет и так далее. И, соответственно, ну и все, и заблокировал счет ему. С деньгами прям. Вот. Какой брокер? Нечестно говоря, не знаю. Это надо у Андрея поинтересоваться. Вот, если он знает вообще про это. Получается, как бы, то есть брокер запросил какие-то документы, значит, все, тот не смог предоставить, он ему заблокировал счет. И не вернул деньги. Это вот одна ситуация, которая может быть, как я понял. Но это опять же, может быть, это единичный случай, да, потому что я пока первый раз об этом слышал. И, соответственно, еще какая картина. А вдруг, если просто я такой сталкивался, например, при банковских переводах, там, мне когда переводили суммы, ну, такие, не сказал бы прям, что огромные, ну, да, большие. Соответственно, банк бывает, ну, заблокирует счет, да, замораживает, и вот так далее, просит объяснить, что за деньги, и так далее. Соответственно, когда, например, нам приходят деньги от брокера, и банк взял, заморозил счет, и говорит, объясни мне, друг, что за деньги тебе приходят. Мы как-то, вот, с этим сталкивались, вообще, или знаете, может, кто-то сталкивался. Вообще, как здесь вопрос, в данном случае, решается? Мы его можем как-то решить, от брокера какие-то документы предоставить? Потому что я знаю, что во многих, некоторых странах, как бы, вообще там, деятельность, да, это запрещено, и так далее, как бы, по Форексу. Ну, полностью во всех странах не то, чтобы запрещена деятельность, то есть, она очень строго регулируется, даже вот самые строгие регуляторы в США, и то, там есть брокеры, которые работают в США, но там, как бы, все жестко, там они предоставляют определенные условия, как бы, вот, многие брокеры не работают, например, с гражданами в США, тоже, например, работают в паре. Это как бы раз, а вторых, что касаемо нечестности брокера, такое может возникать, как бы, я лично, ну, не сам лично, но прям вот, мои знакомые сталкивались с такой историей на Инстакорексе, поэтому я брокера вообще никому никогда не рекомендую, вот, и все, по другим брокерам я не знаю, какие ситуации могут возникать, поэтому очень важно, как сказать, заполнять данные все корректно, там, свое имя, фамилия, то есть, не какие-то левые данные, предоставлять, а именно в плане брокера лучше, как бы, прям максимально все свое, как бы, предоставлять, чтобы в случае чего этот вопрос можно решить было. Вот, по себе скажу, я RoboCorex пользуюсь января месяца, у меня проблем никаких не было, причем был период, когда мы еще торговали там, Гамильтоном, я там очень хорошо заработал, и в тот момент я выводил средства, я вывел прилично больше, плюс еще партнерка там была, то есть, ну, где-то раз пять больше я вывел, чем завел, у меня никаких проблем вообще просто не было, то есть, ничего там, никаких палок в плес, у меня брокер, а это что за брокер? RoboCorex, с которым я работаю, вот, и плюс для меня, то есть, почему я на него зарегистрировался, то есть, мой спонсор вышестоящий, он порекомендовал мне этого брокера, в связи с тем, что его ребята, знакомые там, получается, торговали там достаточно длительное время, там, несколько лет уже, и вообще никогда никаких проблем не возникало, поэтому я и принял решение с данным брокером работать. У меня тоже лично никаких проблем не было, поэтому меня более чем устраивает. По поводу банков, смотреть тоже, как бы, интересные ситуации, есть разные ситуации вообще, ну, если, я думаю, небольшая сумма выводить, там, до, я не знаю, до полумиллиона, например, или там, сколько банков лимит, то есть, ну, никаких проблем не будет, если там прям совсем крупная сумма, то да, там проблемы могут возникать, поэтому лучше, ну, либо периодически возник, выводить, либо есть, вот, в России самое оптимальное, если в плане карт говорить, самый лучший вариант это карта Тинькомбанка, они меньше всего придираются вообще ко всему, то есть, я, например, сам только Тиньком пользуюсь, Сбер БТБ уже давно отключил, и вообще, ну, потому что я в интернете только зарабатываю, там, да, очень много претензий, вот, как раз-таки Сбер БТБ, Альфа, и прочее, ну, если там, будешь прям серьезные суммы, там, как бы, по миллиону в месяц, там, по два. Но в случае, в случае, если они претензии предъявили, мы можем какие-то документы? Да, а просто предоставить, что деятельность в коррексе, как бы, все. Ну, единственное, что они могут попросить на ВОК 13% от прибыли. Ну, брокер нам может, да, дать эти документы для предоставления? Ну, я не знаю, каким образом это делается, потому что я сам лично не сталкивался, но, наверное, если брокеру выписать, там, наверное, инвоз же есть, то есть, ты когда деньги выводишь, можно лично посмотреть, там, наверное, какой-то есть инвоз по выводу, вот, его предоставить, что ты выводил с брокера. Вот. Как бы, это первый вариант, можно вообще пользоваться, там, различные, вот, я не знаю, американцы, они вообще просто все криптой заводят, выводят, то есть, там, ну, процентов 20, максимум, через банк, карты и прочее, там, заводят, они криптой, в основном уже пользуются. Я сам, как бы, с Киви заводил изначально, но я вывел уже, там, большинство на Киви, то есть, сейчас у меня тоже, в основном, с крипты, туда я завожу, вот, ну, чтобы вообще, нету, никаких не было, там, вопросов, со стороны банка, и прочего. Угу. Все, понял, благодарю. Вообще, если все сделаешь правильно, то есть, на свое имя, на свою фамилию, то есть, на свой адрес, то есть, если все данные правильно подоставишь, ну, перестав документы, ты, естественно, их сможешь переставить, потом разморозят, то есть, они просто так себе, там, могут в свой документ, да, они там могут запросить какие-нибудь, у них в договоре это прописано, но если ты им все предоставишь, все, что им нужно, то они не могут, как бы, прямо заблокировать, вообще, средства, полностью, там, и себе приступить. Ну, естественно, есть такие брокеры, которые могут так сделать, ну, прям, вот, крупные брокеры, типа, там, того же, Глоробокорекс, либо Альбарь, они не будут этого делать, потому что, это им не выгодно будет, то есть, эта информация появится в открытом доступе, то есть, ну, покажешь, что попросили документы, я предоставил все документы, мне все равно деньги заморозили, как бы, там, на что они будут слаться, вот, тогда, там, все, как бы, там, просто они потеряют очень большую клиентскую аудиторию, и им это не выгодно, то есть, они справятся все равно решать вопросы. Вот, была история такая, вообще, не помню, с этим брокером, когда тоже брокер там забросил, там, человек один написал, просто все расписал подробно, предложил все доказательства, после этого стал уже брокер там, все, все вопросы решил, потому что, ну, брокерам, крупным прямо брокерам это не выгодно, потому что, если они увидят, что человек не просто, есть очень много фейковых отзывов, да, как бы, конкуренция все-таки среди брокеров, там, друг на друга топят, как бы, там, сядет, ну, такие левые отзывы, видно по ним, но, если прямо реально отзывы с доказательствами, с номером счета, с номером транзакции. То есть прям все предложить, все скрины с перепиской. Прямо 100% видно, что качественный отзыв от реального пользователя. То брокеры, прям крупные брокеры, я думаю, что не допустят в таких ситуациях и не будут... То есть они тебе деньги не выведут к несколько тысяч долларов, но они потеряют просто колоссальный объем людей. Поэтому им не особо выгодно. Поэтому им выгодно помогать, чтобы у тебя разрешился вопрос с банком, да? Ну, чтобы ты, да, как бы ничего там про них плохого не писал, именно с доказательствами как бы реального, что для них это очень сильно на репутацию дарвется. Они на этом больше потеряют. Понял, Андрей. Все, благодарю за ответы на вопросы. Отлично, продолжаем. Так, если оплачивается обхолд, то на самом обхолде средства должны быть в долларах или можно ставить в биткоинах. Вообще рекомендуют в доллары переводить. То есть, чтобы они были на долларовом счете, это делается моментально там. Прям совсем моментально, в меньше секунды. Мне на этой неделе всего один процент дохода. Если дальше так вот, то и на ревну не наторгуешь. У меня робот работает с пятью парами. Может, что-то в настройках надо поменять. Да, можно настройки чуть более агрессивные выставить. Как бы, если вы прям очень аккуратно, консервативно торгуете, соблюдаете все правила, можно чуть-ка более агрессивные настройки поставить. Это раз. Во-вторых, опять же скажу, то есть, сейчас общая такая картина. То есть, рынок очень спокойный. То есть, у меня тоже там выходит не так много. То есть, от одного до пяти процентов за эту неделю. Все-таки стоит понимать, что лето, рынок вялый. Это первое. Во-вторых, там движения были не так давно, прям сильные. Не стоит забывать, как я тоже люблю всех предупреждать, что когда рынок долгое время спокойный, он может взорваться. Потом очень веско, сильно. И когда, наоборот, он взорвается, после этого он обычно начинает быть тем более спокойным. Поэтому, если рынок спокойный, лучше, когда долгое время, то есть, лучше лишний раз не рисковать прям сразу совсем агрессивно настройки не ставить. То есть, немножко более агрессивно, да, можно поставить. И когда уже там взорвется, там произойдет взрыв, там все будут в своих просадках, там переживать, там после этого, когда все пройдет, можно уже чуть более агрессивные настройки, наоборот, поставить. Потому что рынок, скорее всего, с большей долей вероятностью будет спокойный. Как бы это законы или никакие. Можно вопросами поговорить? Да, на вопрос сейчас всем отвечу. Очень, мне кажется, такие полезные вопросы Александр задал касаемо брокеров. Может быть, кому-то это пригодится. Вот. Если бы брокеры все были нечестными и всех людей бы кидали на деньги, то я думаю, что эта тема бы не так сильно была бы развита и люди бы не стали бы зарабатывать. Если бы прям никто не зарабатывал на этом рынке, то понятное дело, что никто бы этим не занимался. Есть люди, как бы, да, немного их может быть. Как и на многих брокерах написано, что 75% людей теряют средства. То есть, но все равно есть люди, как бы, которые зарабатывают. Я бы тоже, возможно, не пошел бы на Форекс, если бы у меня не было знакомых, которые не зарабатывают. То есть, у меня есть знакомые хорошие, которые более пяти лет уже на Форексе зарабатывают, нормально живут на этом. Поэтому, как бы, если бы у меня не было таких примеров, возможно, я бы тоже стал заниматься. Но есть люди, как бы, их не так много, но есть люди, которые зарабатывают на Форексе. Много примеров. Поэтому, в целом, я думаю, что в основном люди теряют средства в большинстве в своем случае по своей вине, то есть не по вине брокера. Либо достаточно агрессивно торгуют, либо что-то неправильно делают, либо не соблюдают какие-то, так сказать, торговые как правило, некоторые со своими эмоциями там не могут соблазать. Если не сняли деньги с карты, несколько раз заплатил биткоином с кошелька, есть реальность того, что пока будет обрабатываться оплата биткоина, все-таки снигут деньги из карты? Попадут ли деньги? Стоит ли во избежание этого снять деньги, чтобы их не хватило на оплату? Если есть такая возможность, можно, да, снять деньги, но я думаю, что вряд ли. Если у вас оплата уже не прошла, то есть, если бы, как бы сказать, не было попыток списания скалпа, тогда да, конечно. А если была попытка списания, и пишешь, что мы тоже отпадем, то, как бы, я думаю, что все нормально будет. Никаких проблем, скорее всего, не будет. А если такая проблема будет, то я думаю, что можно средства вернуть. Была вначале у человека у одного проблема, что он оплатился, короче, а потом еще раз оплатился, то есть, ну, два раза оплатился, получается, у него два раза деньги сняли. Через поддержку решили вопрос, а вы деньги на карту обратно вернули. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, вряд ли, что будет происходить в этой ситуации. Но если произойдет такая ситуация, то можно компании предоставить доказательство, что два раза выписка, и из какой-либо списали на карту деньги обратно. Так. У меня на тысячу долларов заиндирование больше 500 долларов получается, это на пяти парах, очень недовольный подписку или отбивает, может принести подплату за робота. Стоимость робота, она как была, так и останется. У вас сумма маленькая, да, как тысяча долларов меньше, да, то есть, возможно, на консервативных настройках робот будет не так много средств приносить. Вот, например, вот есть ребята, которые там на 85 тысяч долларов, на 100 тысяч долларов, торгуют там у них по 5-8 тысяч долларов в неделю, как бы для них подписка вообще чуть ли не бесплатно считается. Вот, поэтому тут, как я тоже говорил уже, то есть выгодно, если вы просто занимаетесь торговлей, то есть минималка, это, конечно, тысяча и выше желательно закидывать. Вот, чем больше, тем лучше, как бы. То есть, сами понимаете, чем, как бы, больше у вас средств, тем больше вы зарабатываете, тем меньше вам в процентном соотношении нужно будет платить за робота. Вот, либо ставить, ну, более агрессивные настройки, то есть на большие риски изначально, да, когда сумма небольшая, именно использовать для расхода депозита, чтобы разогнать немножко депозит, чтобы он был побольше и прибыли потом было больше. Вот, либо есть еще вариант, можно пригласить трех человек и, соответственно, не платить за абонентскую платку, робот будет у вас полностью бесплатный, вот, и, соответственно, все деньги себе ложить в карман, либо, ну, постепенно дополнять, то есть, как бы, у меня есть человек, например, в команде, который зашел вообще сначала на 500 долларов на ценовый счет протестировать робота, как бы он протестировал его месяц, понял, что можно зарабатывать, да, то есть, он понимал, что абонент с какого-то дороже как бы выйдет, чем он заработал, вот, но зато вот сейчас в этом месяце он так прилично пополнился, вот, и, соответственно, уже, ну, он плат из первого робота понял, что тема классная, можно в этом зарабатывать, если иметь чутка больше деньги, вот, и, естественно, дополнил счет сейчас, вот, добивать, или вот как Паша у нас, вышестоящий спонсор с Америки, он вообще два месяца оплачивал и не торговал на реальном счете, то есть, он вообще два месяца на тема счете торговал и стрелал робота, только после этого затянул реальные деньги, то есть, убедился в работоспособности, выбрал для себя настройки, вот, и закинул только после этого сумму, вот, поэтому тут как бы либо на более агрессивных настройках разгоняйте депозит, пополняйте, как бы, либо приглашайте, то есть, в самой плохой ситуации находятся те, у кого не так много средств для инвестирования, ну, и те, кто не хотят приглашать людей, то есть, прям, такой самый плохой случай, то есть, есть инвесторы, которые закидывают крупную сумму, они очень довольны, есть люди, которые не могут себе позволить закинуть сразу же крупную сумму, они приношают как человек и пользуются роботом бесплатно, вот. Под всех не построишься, там, если даже снизили бы оплаб, я знаю, что на 100% их не снизят, если бы снизили 50 долларов, например, из жилья счета была, начали бы заходить люди, там, со 100 долларами инвестировать в долларов, говорить, что им не хватает, как бы, и просили их еще снизить, то есть, для кого-то 250 долларов это много, для кого-то это мало, для кого-то 50 долларов это много, для кого-то это вообще, как бы, деньги, то есть, неважно, сколько будет стоить робот, все равно найдутся люди, для кого-то это дорого, вот. Я считаю, что продукт очень качественный, даже если сравнивать с тем, что сейчас есть на рынке, как бы, ну, прям, это совершенно, как бы сказать, другой уровень, и за такой продукт качественный, хороший, можно платить как бы дороже. Причем это не сильно дорого, то есть, для американцев, для европейцев, они вообще прям счастливы, что за такие небольшие деньги могут получить такой классный, качественный продукт. Таймфрейм в процессе торговли робота можно сменить на H4, на D1, или нужно сменить торговлю, продать ордера. Вообще, в идеале, такие изменения проводить, когда торговли нету, когда все сделки закрыты, вот, но таймфрейм лучше, в меньшую сторону точно лучше иметь, потому что он может открывать сделок. Естественно, он может с этих сделок выйти. В большую сторону можно поменять. Если у вас есть такое желание. На каком счете все как лучше, лучше работая по евро или доллару? Без разницы, если у вас тысяча долларов, тысяча евро, то есть, ну, примерно, мне кажется, примерно одинаково. Может быть, там какие-то небольшие изменения. Большинство людей торгуют на долларовом счете, и знают, что есть часть людей, которые торгуют на евровом счете. В основном с Европы, то есть, чтобы им не конвертировать туда-сюда, пусть они работают на евровом счете. Либо вот есть брокер LCNFX, вот, там пополнение с банковским переводом через евро только, вот, не в евро. Продукт некоторые. Очень продуктивно, Андрей, благодарю. Пожалуйста. На файу в строке адрес указывали данные по паспорту. Однажды партнер указал, если пожелание, его кабинет заблокировали. Потом приходилось всякие бумаги им прислать, иметь еду. Да, все данные при регистрации старайтесь указывать максимально приближенными. То есть, когда еще это деньгах, не нужно указывать по фейковым данные, чтобы потом лишний раз ничего не доказывать. Так, вопросы на этом закончились. У нас как раз прошел час. Если есть вопросы, давайте еще поотвечаю. По поводу тоже, пока вопросов нету, расскажу, поделюсь вообще информацией. То есть, есть на самом деле множество роботов. И я на самом деле как бы разбираю. Во-первых, это мне самому интересно, да, что вообще есть на рынке, что можно посмотреть. Вот, а и просто как, так как я в этой теме развиваюсь, то есть тоже интересно представлю. Вот, и я скажу так, что все роботы, с которыми я встречаюсь, они, в принципе, все одинаково работают по одному алгоритму. То есть, естественно, там какие-то настройки разные, там, вот, но в целом как бы один и тот же алгоритм. Вот, наш прям вот, ну, я пока не нашел, то есть, я очень так смотрю, что есть вообще на рынке, какие варианты есть. Если какие-то варианты мне нравятся, он очень сильно разбирает, то есть. Вот, и честно скажу, я пока только на этом роботе. Прям только этот робот мне нравится. И его стратегия, я вижу, в нем долгосрочные перспективы. Больше прям ничего такого стоящего еще я не нашел. Поэтому продукт хоть у нас немножко дороже, чем он стоят аналоги, которые есть на рынке, но он очень такой перспективный. По тайфрейму дополнительный вопрос. Большую сторону дядь будет в отличие от H4. Да, дядь это большую сторону. То есть, на увеличение тейфрейма идет. Правда ли, что скальпинговые роботы брокер не любит? Мне кажется, на брокер любит скальпинговые роботы, потому что он, ну, если нормальный, качественный брокер, если вы торгите на ИСИ на счетах, он не зарабатывает. На скальпинговых роботах открывается очень большой объем сделок, очень большое количество сделок. Вот, чем больше сделок открывается, тем больше прибыль для брокера. Поэтому для брокера, чем больше аргеров, чем больше сделок открывать, чем больше области, тем выгоднее. На ИСИ на счетах, опять же, я скажу. По идее, скальпинговые роботы, они в основном, в большинстве своем они агрессивные роботы. Но если правильно ими управлять, можно зарабатывать с помощью их. То есть, это не просто, вот как многие пропагандируют, да, что поставил робота, свернул ИПС и все, и забыл про него там навсегда. Так у вас ни один робот 100% на дистанции не будет зарабатывать. То есть, может быть, он и год поработает, может быть, и там два, и три, если вы там совсем очень консервативно настройки представите. Но, во-первых, я сам лично не верю в такую стратегию, такого не бывает. Как бы, ну, и настройств результаты, с которыми я сталкивался, начиная с 2012 года на рынке Forex, ну, я не видел, как бы, я единственный, вот прям, единственный вариант, который я сам расскажу, я рассказывал, то есть, был такой робот Galaxy, который давал там 80% годовых, там 100 максимум, прям совсем максимум 100% годовых. Вот, то есть, он торговал там, может, там, 3, 5, там, 8% в месяц, сам максимум. Он 4 года, как бы, продержался, вот, а так, в основном, там, если выше 10, там, 20%, как бы, в принципе, 10-20% еще нормально, как бы, вот, если там робот, он дает больше, там, 40-50% и выше, при этом просто поставить, забыть про него, так вряд ли получится. Ну, либо брокер должен быть настроен таким образом, чтобы он автоматически отключался, когда это не нужно. Например, не торговал, например, в пятницу, во время новостей отключался, там, еще какие-то параметры, там, так можно. Но большинство брокеров, они роботов, точнее, извиняюсь, они там на новостях торгуют, как раз падет какая-нибудь свеча, это куча ордеров, все попадалось. Другое дело, что сейчас в последнее время новости такие активные, и так не стреляют сильно, как раньше. Вот, поэтому, а у нас классная стратегия, что, как, прям, как у трейдеров, то есть, поторговали недельку, вышли в стронках, опять заново обнулились, либо там, большую посадочку перенесли, обнулились, как бы, то есть, периодически идет обнуление. Сделки не висят у нас месяцами на счетах, как это бывает, как бы, на других роботах. Вот. Правда ли? Так, а я читал. По идее, скальпинг пропускает ли Инстаграм из двух планов роботов? Я думаю, что да, потому что в Инстаграме мне очень много всяких объявлений приходит по поводу Форекса. Я не знаю, там, что, но некоторые сигналы рекламируют, некоторые какие-то продукты, связанные с Форексом, то есть, я видел, там, показывали, там, всякие объявления, как, там, человек, там, держит мне трейдер четыре в руках, показывает, там, что сделать, например. Там, что-нибудь еще, там, скриншоты видел. То есть, по идее, да. В принципе, можно, там, насчет Фейсбука не знаю. Я Фейсбуком, как бы, в рекламной целях не пользовался. Да, Инстаграм тоже. Но у меня очень много друзей, которые через Инстаграм развиваются, вообще в разных сферах, не обязательно в Форексе, вот, и результаты классные. Я думаю, что через Усту, там, как бы, если нагнать целевую аудиторию по хэштегам Форекс, как бы, и выкидывать результат туда постоянно, думаю, что по-любому люди там появятся какие-нибудь целевая аудитория. Кому это будет интересно. Какое оптимальное количество открытых сделок в моменте, когда стоит увеличение Level Ranger? Хороший вопрос. Тут все индивидуально, в зависимости от ваших настроек, какие просадки. То есть, может быть, например, у вас открыто 6-7 сделок, но у вас просадка, там, 2%. А может быть, у вас 6-7 сделок открытых, просадка, там, 30%, да. Поэтому, мне кажется, больше надо не на количество сделок ориентироваться, вот, а на уровень, на размер просадки. На консервативных настройках примерно где-то 6-7 сделок. Примерно на консервативных настройках, где-то 6-7 сделок уже можно, там, например, с 21 на 25 поставить, либо с 25 на 30 поставить. На агрессивных это поменьше, конечно. То есть, у вас там, например, 6 сделок открыто, там, по одной паре, на просадке, там, уже 30%. То есть, ну, вы должны уже были до этого поменять. До 10% вообще можно даже не думать и не переживать на счет просадки, даже не смотреть, сколько там сделок открыто. Вот, если просадка прошла больше 10%, опять же, там, если по всем парам, как бы, за счет всех пар она идет, то нормально. Если же, там, например, за счет одной пары, там, по одной паре, там, набрал ордеров, тогда уже можно изменять, увеличивать, увеличивать левел рейндж немножко на 5 мутор. Ну и постепенно, то есть, например, у вас там 6-7 ордеров по одной паре, там, с 21 на 25 поставили, отказом, там, еще, например, 3-4 ордера, можете поставить уже, там, 30. Больше 30, я, ну, как бы, лично сам, я не верю, что имеет смысл поставить больше 30 левел рейндж. У меня левел рейндж-тей 21, почему робот, по факту, берет больше 100, было 25, эта поставка была, 2% была. Левел рейндж-тей 21, тут он может быть и ровно 21, точнее, не может быть, а даже в большинстве случаев он не ровно 21 бывает. А с чем это может быть связано? То есть, первое, это связано, может быть, с расширением спреда, то есть, когда идет сильное движение, например, ну, чутка более сильная. Вот, естественно, там спред расширяется, как бы, счет спреда может как бы измениться. Либо бывает, ночью там часто сделки открываются, да, то есть, вроде, как бы, там, подходит, да, к примеру, там, например, там, 19 пунктов, да, там немножко осталось, там, ночь наступает, там, когда, там, около 12, там, либо там с 12 до час ночи, там резко спред расширяется и получается, что у вас там, как бы, и за счет спреда сразу же сделка открывается. А второй вариант, это связано с тем, что требуется, время на исполнение ордита, то есть, там, если на счетах, сделки исполняются по ордиту, в основном точно, то есть, пока у вас, ну, робот реагирует, как бы, на то, что нужно открыть сделку, пока ваш терминал передает сигнал брокеру, то есть, происходят какие-то задержки, то есть, чем у вас качественнее GPS, тем, чем быстрее скорость и дней, тем более качественнее он будет открывать сделки. Вот, а так, что небольшие различия, они, в принципе, это можно. Также может быть связано еще, вопрос был, мне в личку, как бы, с отключением новостей, да, то есть, когда робот включился на новости, а человек смотрит, у меня стоит Level Range 21, у меня открылся, там, с гораздо больше Level Range, с чем это связано вообще, почему так, ну, вот, я говорю, так, у тебя на новостях он отключен был, не торговал робот, новости закончились, вот, через полчаса после новостей он у тебя сразу же открылся, может с этим связано быть. Когда можно будет покупать второго-третьего робота на один аккаунт, включая через три недели, они закончились три недели назад? Да, я согласен, но не три недели назад закончились, они, ну, они закончились, да, там, неделю-две назад. Вот, но это связано с тем, что еще нету одобрения о продаже продукта Ringer, то есть, как вы знаете, сейчас компания не продает Ringer, потому что еще не пришли бумаги, там, с службы какой-то, я говорю, не помню, как называется, по-моему, SAS она называется, вот. Как только будет официальное разрешение на продажу робота Ringer, так сразу же появится возможность допускать второго или третьего робота. Как компания сказала, вопрос времени нет. Вот. Многие не выдерживают покупать несколько аккаунтов. Я сам лично не выдержал, у меня три аккаунта уже. Ну, я думаю, что скоро появится. То есть, если прям вообще, ну, не потерпешь, я думаю, что можно, там, взять второй, там, аккаунт, например, если у вас, там, еще партнерка есть, да, то есть, берете за 247, там, 40 долларов, там, вам обратно возвращается, то есть, заплатить 200 долларов, торгуете, торгуете, а потом, как он уже откроет вам, получается, возможность покупки, то просто отменить этот аккаунт, и все. Второй дополнительный. Ну, это, как бы, естественно, интересна тем, у кого суммы такие более-менее, и для них, там, грубо говоря, так ему придется 100 долларов заплатить, а так 200, то есть, кому 100 долларов переплатить, ну, не страшно, да, то есть, понятное дело, что это имеет смысл. То есть, человек хочет закинуть, например, там, на второго робота 5 тысяч долларов, и для него, там, 100 долларов лишние погоды не сделают, то есть, наоборот, как бы, не заработает денег еще. Это может открывать второй аккаунт. А расширенный спред, это не есть хорошо же, как минимизировать его величину, а расширенный спред, это, да, не есть хорошо, но, к сожалению, никаким образом на это не повлиять, это нормальные условия. Вот, это, как бы, бывает, он во время выхода важных макроэкономических новостей спред расширяется, когда рынок резко идет в одну сторону на новостях, поэтому мы отключаем на новостях, чтобы он, во-первых, не открывал сделки при увеличенном спреде, во-вторых, не открывал сделки, когда идет сильное движение не в нашу сторону. Вот, и при переходе между сессиями, переход между сессиями осуществляется в полночь по Москве каждый день, вот, и, соответственно, немножко до этого времени и немножко после этого времени спред расширенный. мы сделали запрос в компанию и, скорее всего, его одобрят, что в новой версии будет функция такая, где мы можем выставить максимальный спред, при котором будут открываться сделки. Вот, был робот такой гаммель, там, на нем была такая функция реализована, она прям вообще классная была. То есть, когда спред расширен, он просто не открывает сделку, и все. Когда спред обратно возвращается, после этого он открывает сделки, то есть это очень полезная функция, и надеюсь, что в четвертой версии она появится. Как вариант, если вы, например, у компьютера, то есть у меня, ну, редко, как бы, может быть, там, пару раз в две недели, то есть раз в неделю в среднем, я там сижу у компьютера, смотрю время, там, 11.30, да, я знаю, что там я еще в течение часа у компьютера буду сидеть, я захожу, там просто отключаю, как бы, отфорговлю, и потом включаю, как бы, через там час, ну, чтобы не открывались сделки во время увеличенного спреда. В принципе, это не так плохо, на самом деле, то есть, ну, просто менее выгодные условия, вот, по сделкам, и все. То есть, если есть желание, можете сами вручную периодически отключать во время расширенного спреда. Вот, вопросов больше нету, тогда заканчиваем наш сегодняшний созвон. Все вопросы, которые остались у вас, можете задавать в чат по роботу TradeRinger в наш, я там почаще сейчас появляюсь, потому что не так много спама, часто вопросы очень полезны, поэтому стараюсь ходить туда почаще и отвечать. На следующей неделе обязательно проведем еженедельную встречу очередную, где вы сможете задать вопросы. Вот, приглашайте ваших партнеров, которые не разобрались еще, у кого есть вопросы. Вот, ну и сейчас подготовимся к презентации, начнем к логике презентации. Всем новости в чате в ForexHackers. Всем спасибо за внимание. Всем пока, всех, всем больших чеков и удачной торговли. Субтитры создавал DimaTorzok